Итак, всем здорова! И как многие ждали, как многие просили, обзоры на лего дзягу, на лего не дзягу, как хотите, как называйте, возвращайте на канал. И сегодня мы посмотрим не на старые комплекты под дзяги, не на золотые времена, а на довольно новый набор по новому сезону, кристальные там какие-то чуваки или что-то такое, ну в общем, вот он. Вот этот набор под артикулом 71772 на кристалл кинг, кристальный король, кристальный король, вот он, ну а где же он еще должен быть, когда набор идет с ним, странно сказал, в общем, ладно, коробка не завалилась даже, лего дзяга, лего не дзяга, все такое, все изображено, все показано, и, о боже, какая красивая постройка, вот по-честному, во-первых, кентавров не было до этого в лего не дзяга, а во-вторых, он сделан на высшем уровне, и это действительно заслуживает внимания. Новый сезон у нас оформлен с какими-то кристальными чуваками и каким-то кристальным королем, который вроде как оверлорд. Вообще последние сезоны как-то вот вообще пролетают мимо ушей, и вот вообще ничего не понятно, и тут, ну тут вроде как все понятно. Ну ладно, в общем, так вот, вот он, кристальный король, показан тут, это задняя сторона коробки, и что-то тут вообще функции нету, обычно какие-то стрелялки, пулялки, фигульки, чпульки, в общем, тут вообще мало все, и по информации не скажешь ничего, но по фигуркам и по самому набору можно сказать многим, как и мне, и как и многим, и как всем, и как, в общем, как всем можно сказать, что этот набор отличный, и все согласятся, то, что этот набор качественный и проработан. И не в смысле того, что LEGO некачественное, ну, конечно, качественное осталось, а сам набор очень классный. Но перед тем, как мы посмотрим на набор, посмотрим на инструкцию, камера немного слетела, но, в общем, ничего страшного, вот инструкция, инструкция выполнена как-то вообще по-дешевому, серьезно, ну, не в смысле бумага и печать, печать тут качественная, а то, что рисунок раньше, в LEGO ниндзяг, да и в любой серии были, отличные арты, ну, опять скопированные, конечно, с коробки, но тут это просто 3D-модель, которые вылезли, которые, ну, поместили на бежевый фон, не знаю, бежевый как-то мне не так сильно нравится. Лойт еще ностальгический, Лойт с 2018 года, под Диага, муви, короче, все такое, и вот тут вот реклама, ну, в общем, как обычно, список деталей сзади, сборка, сборка тут у нас происходит, бежевые страницы, и вот, вот, посчитай, мой дорогой зритель, зрители, сколько вот этот комплект наборов весь будет стоить. Кстати, вот этот тоже хороший набор, но тут фигурки, сама постройка тут фея, какой-то попугай серьезный, робот весь аляпистый, и Пайтер здесь просто золотой, могли бы его сюда добавить тогда, цены-то этому набору-то не было бы, все брали бы его из-за Пайтера, но набор славится не только то, что здесь нормальное количество еще и наклейка, то, что он красивый сам, а то, что еще, то, что еще для инструкции, вот такую замечательную брошюрку, не брошюрку, а как-то коробку, даже под инструкцией, ну, чтобы они мялось, сделали это плюс, Лего, и раньше такой они не делали, вот за это плюс, но за оформление обложки, это, конечно же, минус, и мы переходим, собственно, к самому набору, и нечего объяснять макулатуру. Стоит объяснить, какие же здесь красивые фигурки, а фигурки здесь зачетные, и начнем мы не с фигурок, а с дополнительного обмундирования оружия. Здесь еще черная сосиска есть, которые используются в очень интересном месте в этом роботе, точнее, кентавре. Я потом вам покажу, где она используется, черная сосиска, да, черная, почему черная, почему сосиска, почему в роботе сосиска, все вы увидите. В общем, такие вот мечи, ну, золотой меч это классика, это даже обсуждать нечего, а вот вот это вот, ну, они тоже классические, но в каком они цвете, до этого они не попадались, вот это в коллекцию мне пойдет. У меня уже таких куча, это дополнительно, еще у фигурок там несколько мечей. Кстати, в самом роботе нету мечей, странно, ну, туда они бы смотрели, странно бы. Начнем с самой простой мини-фигурки, а, разделитель деталей я забыл показать, вот такой вот, он обычный, стандартный, и он еще и упал, ну, полежит, ладно, потом подниму. Начнем с фигурок Ллойд Гармадон, выполнен, ну, круто, но просто, ну, серьезно, не зацепиться, нету минусов, красивые принты, но также плюсов нету. Обычный Ллойд взяли, как будто бы из 2019 года, по 11 сезону, ну, серьезно, вот так вынули, немного перекрасили, и вот-вот, держите Ллойда. Ллойд, ну, как бы, должен быть какой-то противник у злодеев, ну, серьезно, с такой махиной, сражаться вот этому вот малышу, и плюсом тут еще и пехотинцы есть, просто бессмысленно, поэтому здесь срочно просят набор с техникой ниндзи, если вы, конечно, будете играть. А вот, насчет других фигурок, мое почтение, ну, и посмотрите на этих пацанов. Хоть они и одинаковые, отличаются только наплечниками оружием, но, не, ну, оформлено, кристальные чуваки, просто шикарно. Да, розовый цвет, вы скажете, ой, девчачий цвет, но здесь не девчачий, здесь он используется прекрасно, вот даже он от своего вида упал, ну, от его тоже вида, вообще, от вида этого набора, в общем, вот такой вот. Вообще, фигурки злодеев крутые, кстати, вот голова, сразу, да, переходим с темы крутой фигурки, хороший, качественный, сразу, ну, к особенностям, так сказать, голова. Тут не маска с, так сказать, обычной головешкой фигурок лего, а тут отдельная деталь вот такого вот волка, это волки, да, у нас тут. Ну, и принты, понятное дело, крутые, что там нет, принты, а, это, да, это оверлордовский воин, вот даже, вот видите, вы видите принты, при, не принты, ну, принты, вот принт, точнее, вот этого знамени, вот сейчас камеру, фа камеру, фокусируй, вот, вот видите, сзади еще можно прикрепить, по-моему, наплечников таких не было, ну, подобные были, но, с вот таким вот, кристальным, кристальной отделкой не было, а второй, ну, он попроще, чуть-чуть, и, просто его покрутим, посмотрим принты, какие должны быть, и меч, тоже, вот эти новые детальки, у меня таких не было, и, может, и в лего таких, до этой линейки не было, в общем, крутые мини-фигурки, но стоит еще уделить внимание, одним из главных, крутейших персонажей, которые достойны, вашей покупки, этого набора, сразу же, это, Харуми, да, Харуми была, как-то раз у меня, как символ канала моего, но в итоге она, мною уволилась, так сказать, ну, она осталась там, в этих, что я рассказываю про свой канал, в общем, фигурка Харуми, пока не в моей, там, символе канала, вообще символ канала у меня Диффенбахи, это цветок Диффенбахи, ладно, мини-фигурку мы сюда пришли, смотрим, вообще набор пришли сюда, смотрим, камон, камон, мини-фигурка достойная, Харуми в мою коллекцию пополняется, мою коллекцию Харуми и Харуми пополняется Харуми, и с такими красивыми мечами, ну, Харуми, как Харуми, тогда, кстати, волосы у нее были не из пластика, здесь они чисто из пластика, вот такие глянцевые волосы, не, фигурка достойная, мы тут ее 30 секунд, даже больше рассматриваем, а вот кристального короля мы посмотрим поменьше уже, это оверлорд, по знамению, как по знамени, мы видим, также управляет он нашим кристальным чуваком, у него здесь молния, чтобы, видимо, грозу сделать, если вот в небо запустят, то вот сразу гроза, может он на небесах сражается, не знаю, и вот такой меч замечательный, маска, уже в виде шлема, и тут у нас, бабах, никто не догадает, что это оверлорд, это оверлорд, годом ранее, какой существовал, сейчас не знаю, сейчас его, видимо, побороли, нафиг побороли его, и вот, и вот, бубух, и все, бубух, вот все, фигурки рассмотрели, а вот что, надо точно рассмотреть, мое почтение, как он сделан, ну, как сделали-то, Лего, эх, меч, в общем, ладно, давайте мы его посмотрим коротко, тоже не будем, не будем зарядить на него внимание, сразу посмотрим на функцию этого набора, вот, вот, по перевернутому, перевернутому изображению, я покажу вам, что можно сюда посадить мини-фигурку, и коробка упадет, когда посадите ее, или что-то еще хуже случится, смотри, зайдет что-то, уже ладно, просто упала коробка, вот так отодвигается, это типа у него, извиняюсь, брат, не надо, не надо, на себя нагонять, мысль, что ты уже, уже, груб для себя готовишь, в общем, ладно, посадим сюда кристального нашего чувака, короля, я сейчас от него оружие отнимаю, и садим его уже не в small gun, а в big gun, в big gun, big gun, и си-ди-си, не зря пойду, сверху, опа, его не видно здесь, сделали, ну, зато ладно, тут очертание какое-то есть, голова, вот та самая, то, что я говорил вам, сосиска, да, черная сосиска, она еще, кстати, запасная идет, ну, в коллекцию мне сосисок из разных цветов пойдет, мне зачем-то мне коллекция, но голова сделана превосходно, тут никак не придерешься, душе и все есть, и вообще робот подвижный, его можно сделать, всякие сцены, руки, обратите внимание, наклейки, тут вот наклейки уже, ну, вы уже заметите, вот эти все, типа, рисуночки, это все наклейки, да, и всякие позы с ним можно сделать достойные, камеру задел, замечательный такой вот меч, новая для меня деталь, вот эта вот, энергетически-кристаллическая сабля, да, сабля, меч, меч-сабля, секира, топор, палка, все, списал, описал я, а наплечники, наплечники, крылья, крылышки, он может полетать, летающий наш деятель, деятель, помимо того, что летает, круто сделан, не только спереди, а со спины, со спины, наклейками и талликами, продекорирован, имеется хвост, хвост подвижный, как это возможно, даже вот это может поворачивать, пам-пам-пам, все поворачивать можно, и вот эту еще, вы видите, вот так, весь подвижный, и тут на трещотке, ноги, убираю крылья, ноги, ноги одинаковые, с обратной стороны, вам так, немного покажу, в общем, вот такие ноги, красиво сделаны, особенно вот это место, и вообще, сам робот, я говорю, красивый, и вы не пожалеете, что его возьмете, берите на Авито новые, запечатанный, хоть и в магазине он будет дорого стоит, и на Авито стоит дорого будет в магазинах, там, Детский мир, мир кубиков, где-то там еще, а может вообще не будет, потому что Лего уже из-за санкций закрыли, какие-то там новые, типа, подобия, подобия Лего, приходят, и все, и эти подобия никак не заменят, вот эти замечательные Лего кирпичики, это не будет совместимо, нет, совместимо они говорят, еще по новостям я слышал, совместимо они будут, но совместимо как? Уже есть город мастеров, который не совместим ни разу, нет, некоторые там совместимы, но там они перекупают, они перепаковывают наборы разных, даже производителей, отчасти их плохих, у них свои детали, вообще какие-то несовместимые, большие кубики, но вот это вот никак не заменят, и такие постройки явно не будут делать уже у нас такие красивые, там какие-то машинки простецкие, я думаю будут делать, но вот это они не будут делать, понимаете? И такой вот замечательный пояс не будут делать, потому что видите, как он замечательно сделан, вы посмотрите, это же ведь Лего, Лего, простая игрушка Лего, а что она по себе представляет, смотрите, как красиво сделан пояс, сделаны вот такие вот, шпалки, на вот эти вот, закрывать так их, и вообще красиво, то есть вот этих вот соединений, их не видно, спереди, вы же спереди, вы не сзади, вы же выставлять будете, спереди, и действительно это красиво, то есть, и такое, не заменит ни один китайский бренд, ни один китайский инструктор, какого-то там лучшего качества, но он не заменит, оригинальный, конечно же, Лего, не будет стоить, в будущем вы его не продадите, за дорогие деньги, вот этот через лет 5 уже будет стоить, как большого состояния, а сейчас вы его можете продать за 2 или 3 косаря, на распечатанном, если хотите быстро продать, и у вас получится, ну не быстро, конечно, но получится его продать, и через какое-то время точно возьмут, когда кому-то понадобится за небольшие деньги, этот набор, а пока мы тут разглагольствовали насчет темы, что лучше, Лего или Китай, ну естественно Лего, то мы уже совершили обзор, и напоследок хочу сказать, что это прекрасная модель, прекрасно задекорирована, сделана, действительно совесть, фигурки замечательные, и я даже не знаю, что добавить, это Лего, понимаете, это Лего, это Лего, и оно ничем не заменяемо, и ты все равно будешь выбирать, Лего купить, или вот китайскую подделку, конечно же Лего ты купишь, потому что Лего, но оно Лего, понимаете, словами не объясните, Лего, понимаете, оно Лего, Лего всему голова, Лего первое, которое вселилось в мир, а потом китайские уже подделки появились, Лего уже куча лет уже, понимаете, если считать еще с 50-х годов, когда они там выпускали деревянных, всяких уток, или чего-то там машинок, и когда уже начали конструкторы, когда в 90-е годы в нашу страну привезли первые лего-вские конструкторы, представляете, во время, конечно, не застал этого, но я знаю историю, и ни один китайский конструктор не заменит замечательных фигурок и замечательные детали, а этот набор крутой, и в общем, всем удачи, всем пока, берите только Лего, берите его, если он дорогой, или его нету в магазинах, там мир кубиков, берите на Авито, на Авито, оно точно будет, даже любое, просто даже кому-то старенький наборчик, взять в хорошем состоянии, и то будет приятнее, чем какую-то китайскую подделку, которую вы в будущем не продадите, ты, который может и сломается, понимаете, она если она будет на шарнирах, то шарниры могут лопаться, вот в этих местах, а тут они прекрасные, держатся возле любые, они могут расшатанными быть, а здесь уже любые полы, шарнил движется, и вот, пожалуйста, пожалуйста, просто так его не подвинуть, просто так вот болтается, даже вот этот, а не вот этот, ладно, удачи, всем пока, прекрасный набор, берите его, не задумываясь, начать из этой линейки, ну я больше подумал, насчет набора спайтера, но там, как-то ляписта робот, поэтому лучше вот отберите, тут Харуми несут, для любителей Харуми, самое то, и постройка, и Харуми, и вот еще Ллойд, простой, на Жене вместе, когда-нибудь вместе, я, конечно, давно уже не знаю, такой вопрос, но когда-то они все же будут вместе, Харуми, по-моему, погибла, поэтому не будут все, ладно, не буду шутить, пока, Субтитры сделал DimaTorzok